Красота и чистота. Сегодня коллектив 2-й гимназии встречал межведомственную комиссию во главе с начальником управления по образованию горисполкома. У каждого проверяющего из МЧС, санслужбы и энергонадзора своя миссия. Внимание обращают буквально на все. Размер окон, высоту мебели, уровень освещения и доступ к выходам. Была проверена уличная дорожная сеть вблизи учреждений образования, а также наличие профилактических материалов для работы с учащимися. Методические рекомендации какие-то даны были, что-то было устранено, так как было дано раньше. Директор 2-й гимназии Ирина Каранкевич проводит экскурсию. Предмет особой гордости – новый кабинет английского. 2-я гимназия славится высоким уровнем изучения языка. Теперь у детей и учителей появился красивый современный класс. Сюда закупили мультиборд для интерактивных уроков, яркие стенды и стильную мебель. Выполняли работы за счет благотворительной помощи родителей. В этом году мы поменяли фойе первого этажа, всю канализацию, сантехническое оборудование. В фойе второго этажа сделали новые потолки, обновили окна и жалюзи. Во всех помещениях провели косметический ремонт, освежили краску на стенах, сделали полы. В классах оформили учебные материалы. Новинки появились и в спортивном зале – мячи и обручи. В этом году 2-я гимназия наберет 4 первых класса. Первый день 12-го числа, как начался прием документов, уже практически пришли все наши родители, будущих первоклассников. Идут, хорошо идут. Сегодня уже больше 100 человек. По мнению комиссии, учреждения образования хорошо подготовились к возвращению детей в учебные классы. В преддверии нового 2020-2021 учебного года в учреждениях образования приняты меры по обновлению материно-технической базы учреждений, в том числе пищеблоков, спортивных объектов. Во всех школах, гимназиях нашего города, учреждениях дошкольного образования проведен косметический ремонт учебных кабинетов. Уже до 1 августа все школы и садики получат паспорта готовности. Что еще нового появится в учреждениях образования к предстоящему учебному сезону, смотрите в итогах недели в воскресенье. Анастасия Пахлёстова, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.